Женщины в церкви Наше провозглашение на сегодня взято из послания к филиппийцам, 1 глава, с 9 по 11 стихи. На днях я проверял, из каких книг Библии мы делали провозглашение, и мне кажется, что из посланий к филиппийцам мы их сделали больше, чем из любой другой книги Библии. Итак, начнем. Молимся о том, чтобы любовь наша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Чтобы, познавая лучшее, мы были чисты и непредкновенны в День Христов. Исполненный плодов праведности, Иисусом Христовым, в славу и похвалу Божью. Аминь. Сегодня днем в первой части занятий буду учить я, а моя жена Руфь выступит во второй части. Обратите внимание, я был осторожен и не сказал, что во второй части она будет учить. Так что потом не обвиняйте меня в этом. Вы поймете, к чему я это говорю, когда мы закончим. Наша сегодняшняя тема – женщины в церкви. И я должен сказать вам, что путешествуя и встречая тысячи людей из разных стран, разных культур, но особенно в западном мире, я пришел к выводу, что зачастую женщины испытывают горечь и обиду в отношении мужчин. Они чувствуют, что их обманывали, подвергали одавлению и дурному обращению. Я не думаю, что я сам когда-либо лично был виновен в этом, насколько мне известно. И мое культурное воспитание много лет тому назад не несло мне подобного отношения. И я ничего не знал об этом в течение многих лет. Но от лица всех мужчин я хочу попросить прощения у всех женщин, которые чувствуют боль, обиду, которым были нанесены внутренние раны. И несомненно то, что на протяжении веков множество женщин подвергалось дурному обращению и угнетению. Это бесспорный факт. Как бы то ни было, женщинам нужно знать, что они не единственные, кто был подвергнут угнетению. К сожалению, вся история человечества со времен грехопадения – это в основном история угнетения и несправедливости. Сильные всегда угнетали слабых. Богатые всегда угнетали бедных. Люди, получившие образование, как правило, угнетали тех, кто его не получил. Конечно, есть исключения, но они всего лишь исключения. Итак, если вы, женщины, думаете, что вас подвергли неверному обращению или дурно обращались с вами, как представители теницами вашего пола, это, скорее всего, правда. Но помните, что это всего лишь один маленький темный фрагмент огромной темной картины. Причина всего этого – в грехопадении человека. Кто-то недавно сказал, это было очень простое утверждение, мы живем в падшем мире, и в этом коренная причина всех наших проблем. Мы отпали от благодати Божьей. Мы впали в грех. Мы противостали своему Создателю. И тем не менее, каким-то образом, в нас все еще сохранилось понимание того, как все должно быть на самом деле. И поэтому мы вновь-вновь испытываем горечь и разочарование, когда все вокруг идет не так, как, насколько нам известно, должно быть. Но помните, это по той причине, что мы живем в падшем мире, где неправедных людей больше, чем праведных. Намного больше. И чаще в нашей жизни бывает больше грустных дней, чем радостных. Нужно признать этот факт. Много-много чего постоянно идет неправильно. В старых сказках часто говорится о влюбленной паре, что они поженились, и с тех пор вечно были счастливы. Это ложь. Никто никогда не жил вечно. И немногие живут счастливо. И даже очень счастливый брак, а я прожил в таком браке 30 лет, в итоге заканчивается похоронами. Это всего лишь отдельные, но неопровержимые факты, которые нам необходимо признать. Итак, когда мы думаем о том, что с нами обошлись дурно, давайте помнить, что это относится и ко многим другим. И я прошу прощения за все, в чем я мог каким-то образом принимать участие. Я ни в коем случае не являюсь женоненавистником. Как раз эта проблема никогда меня не беспокоила. И моя цель в данном вопросе – это быть объективным. Насколько мне удастся достичь этой цели, судить вам. Но прежде чем я перейду к подробностям этой темы, я считаю важным сообщить вам то, что я назвал бы пророческим впечатлением. Во втором послании Петра, 1 глава, в 19 стихе, Петр говорит, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Это адресовано всем христианам. У нас есть пророческое слово, и мы хорошо делаем, если обращаемся к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Если мы не будем обращаться к этому слову как к светильнику, то мы окажемся во тьме, без света. По меньшей мере, одна треть всей Библии – это пророчество. Если вы вычеркнете оттуда все пророчества и не будете их учитывать, вы тем самым игнорируете не меньше трети всего, что сказано Богом. Как же вы в таком случае можете рассчитывать на процветание? Если вы не приходите в свет, который дает нам пророческое слово, то вы окажетесь в темноте, и последствия будут таковы. Во-первых, вы не будете знать, куда идете. Во-вторых, вы не будете знать, что происходит вокруг вас. Только тот, у кого есть светильник пророческого слова Писания, точно знает, куда мы направляемся, и может понимать многое из всего сложного и запутанного, что происходит вокруг нас. Итак, я хочу обратиться сейчас к одному отрывку из пророчества, который во многом касается той темы, и мы будем разбирать сегодня здесь. Это второе послание фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. Второе послание фессалоникийцам говорит о приходе Антихриста. И там нас предупреждают, Павел предупреждает нас, что Антихрист не придет, пока не произойдет кое-что еще. И пока это что-то не произошло, мы знаем, что Антихрист еще не может прийти. Третий стих 2 главы 2 послания фессалоникийцам говорит об этом дне, дне приходе Антихриста. И Павел говорит, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступлений, и не откроется человек греха, сын погибели». Человек греха – это одно из имен Антихриста. Павел говорит, «Не думайте, что Антихрист придет прежде, чем произойдет то, что здесь названо отступлением». И в международном переводе сказано «непокорство», а в новой американской стандартной Библии «отступничество». «Итак, прежде окончательного явления Антихриста должно произойти отступление». Самым лучшим переводом этого слова является «отступничество», потому что это и есть точный перевод греческого слова «апостасия». Оно используется в Новом Завете еще только лишь в одном месте, в 21 главе Деяний, в 21 стихе, где Павла обвиняют в отступлении его же сородичей иудеев, так как он учил неповиновению закону Моисея. Итак, это слово означает «отвернуться от открывшейся божественной истины из-за непокорства и непослушания». «И до тех пор, пока этого не произойдет, — говорит Павел, — Антихрист не придет». По существу отступничество в церкви откроет путь для Антихриста, потому что Бог постановил, что Он в достаточной степени будет сохранять церковь, который является Его телом на земле, и Он будет обуздывать греховность человека. Но когда церковь сбросит эти узы и предастся греху, то тогда уже не останется ничего, что сдерживало бы греховность по всей земле. Вот почему сегодня в мире мы наблюдаем все возрастающую греховность, потому что церковь большей частью впала в отступничество. «Церковь отвернулась от явно открывшейся истинной Слова Божьего и обратилась к непокорству». В истории существуют некоторые трагические примеры этого. Когда церковь грешит, то удерживающая рука Божья отнимается от нас. Я могу привести вам, по крайней мере, один пример. В конце прошлого века в Германии христианские богословы создали концепцию, которую они назвали «новой теологией». На самом деле она не новее, чем Эдемский сад. Но тем не менее, так они ее назвали. И согласно этой новой теологии, Ветхий Завет не стоит принимать буквально или всерьез. Это всего лишь сборник мифов, стихов, истории, описания каких-то событий. Но это не совсем Слово Божье. И это оказало катастрофическое последствие на всю Европу и далее на весь остальной мир. Когда церковь в Германии стала отступницей, это открыло путь для целого потока зла и беззакония, последствия которого мы переживаем и по сегодняшний день. Еще кое-что произошло в 1910 году. Лидеры церкви, лидеры христианской церкви в Германии опубликовали официальное заявление, в котором они отвергали движение пятидесятников. Они объявили, что это от сатаны. Слава Богу, несколько лет тому назад лидеры церкви в Германии вновь собрались вместе и публично покаялись в том, что когда-то было сделано такое заявление. И тем не менее, эти две вещи отступничества богословов и отвержения Святого Духа лидерами церкви открыли путь для потока беззакония. И позвольте мне назвать вам два имени, ставшие последствиями этого. Карл Маркс и Адольф Гитлер. Появление двух этих человек, оба они из Германии, можно напрямую связать с отступничеством церкви в Германии. Итак, Павел говорит, что должно произойти отступничество, отпадение, намеренное отвержение открывшейся божественной истины. И сегодня такое отступничество имеет имя. Это имя гуманизм. И вам, конечно, известно о женской форме гуманизма. Это феминизм. Это не что иное, как завуалированная форма отступничества. И причины этого следует искать в самом первом искушении Адама и Евы сатаной. Когда-то он сказал, вы будете как Бог или Боги, и будете знать добро и зло. И он искусил нас тем, чтобы делать то, что делают язычники, взять на себя ответственность и решать, что есть добро, а что есть зло. И это является точным определением того, что такое гуманизм. Оно отбирает у Бога право устанавливать стандарты морали и праведности, и истины, и устанавливает свои собственные стандарты. Он говорит, мы сами можем решать, что есть добро, а что зло, что ложь, а что правда, что правильно, а что нет. И я лично убежден, мое личное мнение, что самый большой обман сатаны, действующий в современном мире, это гуманизм. И если бы у нас было время, мы бы могли проследить и указать последствия гуманизма в различных ситуациях. Но подводный камень тут заключается в том, что подчас зло не сразу кажется злом. И как я уже сказал, я не собираюсь за это извиняться. «Феминизм – это не что иное, как женский вариант гуманизма». Вы можете сказать, ну а почему бы сатане не придумывать новое какое-нибудь искушение? Я скажу вам почему. Потому что старые прекрасно срабатывают. Поколения сменяют друг друга, а ему все время удается убедить человечество взять на себя ответственность, которая принадлежит только лишь одному Богу. И качество человеческого характера, который он при этом использует, всегда одно и то же – это гордость. И я хочу вам сказать, гордость – это самое опасное, что может войти в вашу жизнь. Далее. В результате отступничества и беззакония в церкви, грех наводнил все человечество. Иисус предсказывал, что так оно и будет. В 24 главе Евангелия от Матфея, Матфей, 24 глава, 12 стих, Иисус перечисляет, какие признаки будут ознаменовывать конец века. И Он говорит о гонениях на христиан, о том, что многие из христиан отпадут, многие придут лжепророки, и затем в 12 стихе Он говорит, «Умножится беззаконие, и во многих охладеет любовь». Греческое, любое слово, которое тут использовано, это слово «агапе», и оно обычно используется для определения христианской любви. Иисус предупреждает, что на земле наступит такое беззаконие, что оно коснется даже христиан, и их способность к любви уменьшится и охладеет. Итак, это состояние беззакония – именно то, с чем мы сегодня сталкиваемся. Я не знаю, многие ли из вас читали ежедневные молитвенные чтения под названием «Каждый день с Иисусом», написанные одним человеком, он из Уэльса, и он живет в Великобритании. Я с Руфью, мы читали эту книгу постоянно, в течение многих лет, и в одном из отрывков он комментирует второй стих 12 главы послания к римлянам, «Не сообразуйте с веком сим, но преобразуйте с обновлением ума вашего». И его комментарий состоит в следующем, и мне кажется, что это очень подходит к теме нашего разговора. Христианская церковь всегда находилась в опасности подвергнуться влиянию мира. Но, возможно, никогда это не проявлялось в такой степени, как в это десятилетие. Секуляризм – это еще один термин для определения гуманизма. Секуляризм наиболее распространился вдоль и поперек, так что почти не осознавая этого, мы начинаем думать о наиболее жизненных важных вопросов, в вопросах с тех же позиций ума, что присущи миру в целом. И я имею в виду те жизненные вопросы, по которым существует четкая и определенная христианская точка зрения. В одном из переводов это звучит так. «Не позволяйте окружающему вас миру загнать вас в свои рамки, но позвольте Богу формировать вас изнутри». Это очень серьезный призыв. И я вижу, куда бы я ни отправился, больше всего на Западе, как церковь втискивают мирские рамки и формы мышления. И когда мы неправильно думаем, мы с неизбежностью начинаем неправильно жить. Мы все уже слышали о переводах Библии на современный английский язык, и с этим все в порядке, я ничего не имею против этого. Но все же часто я говорю Руфи, можем ли мы принять современный язык, не приняв при этом современного мышления? Я думаю, что можем, но необходима способность к рассуждению, чтобы это сделать. А некоторые современные переводы выходят за рамки современного английского языка, в сторону современного мышления. И это всеобщее непокорство и бунтарство должно вызвать самый страшный суд Божий, какой вы только можете себе представить. А на самом деле, скорее всего, мы даже представить себе такого не можем. Кое-кто из нас верит... Кто из вас верит, что Бог будет судить мир? Верите? Просто очень многие ведут себя так, словно это что-то несуществующее, и это никогда не произойдет. В Исаии, 24 главе, стихи с 4 по 6, мы встречаем такую картину грядущего суда над миром. Если начать с первого стиха, это удивительное утверждение. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней». Это начало отрывка. И теперь я перейду через три стиха и сразу же перейду к 4, 5 и 6. «Ситует унылая земля, поникла унылая вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими над ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие над ней. Зато сожжены обитатели земли и немного осталось людей». Не знаю, что вы об этом думаете, а я считаю, что это произойдет именно так, как это описано. «И поэтому необходимо выяснить, почему, что должно вызвать такой ужасный суд Божий по отношению ко всей земле». земля осквернена под живущими над ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Против земли выдвинуты три обвинения против жителей земли. Во-первых, мы приступили законы, и тут мы могли бы привести для уточнения десять заповедей. Мы нарушили десять заповедей. «Мы изменили устав. Под уставом я понимаю те постановления Божьи, которые Он дал, чтобы мы знали, как следует жизнь. Жить. Образец, эталон жизни, особенно в доме, в семье. И в-третьих, мы нарушили вечный завет. Это вечный завет, заключенный в Иисусе Христе. И я сказал бы, что, как правило, преобладающее число христиан сегодня нарушает этот завет. Мы – народ, нарушающий завет. Возможно, я надеюсь на это, сказанное не относится к находящимся здесь. Но если вы подумаете о том, что лидеры наиболее весомых деноминаций публично отвергли такие вещи, как непорочное зачатие, физическое воскресение Христа, и оправдывают такие факты, как гомосексуальный брак, то вы должны будете признать, что мы им нарушили вечный завет. И это причина для суда Божьего, который описан здесь. Теперь я хотел бы поговорить, я перехожу к основной теме нашего разговора об уставе, о Божьем эталоне жизни. И есть два основных вида человеческих взаимоотношений, от которых это всегда зависит. Отношения между мужьями и женами и отношения между детьми и родителями. В этом в основном и состоит устав Божий. То, какими должны быть отношения между мужьями и женами, и то, какими должны быть отношения между родителями и детьми. И когда этот устав нарушается, мы тем самым открываем дорогу росту беспорядка, беззакония и зла. И всякий, кто когда-либо, каким-либо образом причастен к тому, что это происходит, попадает в очень сложную ситуацию, когда ему придется давать ответ Богу. Итак, если отношения между мужьями и женами, родителями и детьми нарушаются, помните, что это крайне важная, серьезная проблема. И, по сути дела, наше благосостояние зависит от того, знаем ли мы волю Божью. Далее. Сегодня мы очень много слышим о культуре. Это приемлемо, потому что это просто свойственно той или иной культуре. Культура изменилась. Я должен признать, она действительно изменилась. Но я хочу напомнить вам, что когда Иисус говорил о взаимоотношениях, Он ссылался на первоначальную цель Бога при сотворении. Не могли бы вы открыть 19 главу от Матфея, стихи с 3 по 5? И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут два одна плоти». Иисус сказал, «Разве вы не считали, что вначале?» Вы, возможно, не знаете, но по-еврейски название книги «Бытия» переводится именно так, «брейшит», «вначале». То есть Иисус ссылается именно на порядок сотворения, описанный в книге «Бытия». И он сказал, что «Это отправная точка, это стандарт». И позднее, когда Павел говорит о взаимоотношениях в семье, и особенно об отношениях мужа и жены, он соотносил их с вечными отношениями внутри Божественной Троицы. В первом послании Коринфянам 11 глава, всего один стих. Первое Коринфянам 11 глава, третий стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть Павел пошел в своем сравнении еще дальше, чем Иисус. В своем описании отношений он заговорил о взаимоотношениях внутри Вечной Троицы. И он наметил главенство, линию власти, которая переходит от отца к Христу, от Христа к мужу, от мужа к жене. И нет никакой возможности, чтобы что-то в этих фактах могло быть изменено под влиянием культуры. Это вечные и неизменные факты. Позвольте мне теперь сказать, что вообще неуместно называть культуру причиной для перемены чего-либо. Люди говорят, это вопрос культуры. Но дело в том, что если вы проанализируете историю культуры в различных уголках мира, то обнаружите, что большинство из них уходит корнями в сатанинские обряды и суеверия. Как же мы можем обращаться к чему-либо сатанинскому, как к жизненному эталону, будучи христианами? Теперь я хотел бы перейти к первоначальному эталону. Я уверен, что мы должны начать именно отсюда, если мы хотим быть последовательными и найти что-то серьезное и достойное того, чтобы использовать это как основание для самих себя. Итак, я собираюсь обратиться к сотворению мужчины и женщины. В книге Бытия, первая глава, 26-27 стихи. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Обратите, что это было решение Троицы. Отец, Сын и Дух Святой решили, сотворим, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они, над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотой и над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Таков порядок сотворения человеческой расы, мужчины и женщины. Они были созданы, чтобы управлять. Мы не многое, как я думаю, знаем об их взаимоотношениях, но первоначальный план состоял в том, чтобы мужчины и женщины сообща управляли землей. И затем мы обнаруживаем особую причину, по которой была сотворена женщина. И будучи мужчиной, я признаю тот факт, что женщина – это великая тайна. И я думаю, что большинство мужчин согласятся с этим. И сотворение женщины – это одно из самых интригующих чудес Библии. Давайте откроем вторую главу Бытия, 18-й стих. «И сказал Господь Богу, «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему, или дополняющего его». Я думаю, это лучше перевести так. Впервые за все время творения было что-то нехорошо. До этого момента все было очень хорошо. Но теперь тот факт, что Адам был один, оказался нехорошим. Он нуждался в помощнике, который бы дополнил его. И как же Бог дал ему этого помощника? Это просто чудесно. 21-й стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». Это самый первый наркоз в истории. «И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену». В еврейском языке сказано, что он выстроил это ребро в женщину. Как Бог это сделал, мы не имеем ни малейшего понятия. Это тайна. Мы всего лишь можем наблюдать результат. Это произошло. И я был женат в общей сложности 48 лет. 30 лет на моей первой жене и 18 лет на второй. И я признал, что женщина – это тайна. Полностью закрытая душа. И из-за этого возникает немало проблем. Нет, это замечательная тайна. Но я уже сказал, я никогда не был женоненавистником. Я всего лишь признаю, что имел ее дело с чем-то, что не вполне понимаю. Итак, какова же была роль женщины? Теперь я перехожу к главному. Для чего она была создана? Одним словом, для того, чтобы быть помощницей. И это ключ к пониманию того, в чем заключается смысл женщины в жизни. Женская природа предполагает быть помощницей. И в современной культуре, в современном образе мышления – это предрассудок. Ну вот, они нас снова унижают. Мы должны им помогать. Позвольте мне кое-что вам сказать в утешении. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих. Иисус говорит о Святом Духе, и Он называет Его помощником. Итак, вы, женщины, вам присвоено то же звание, что и Святому Духу. Как вы думаете, Святой Дух чувствует себя униженным, сравнивая себя с Богом Отцом или Сыном, потому что Он всего лишь помощник? Или что Иисус чувствует себя униженным по отношению к Отцу, потому что Он всего лишь Сын? Бог говорил об Иисусе во время Его земного служения. И Он сказал, «Се, Мой раб, в котором Мое благоволение». Вы думаете, Иисус унижен Отцом, потому что Он раб? И это полностью современная культура говорит нам, что это унизительно быть слугой. Но это неправда. Это не так. Иисус – раб Отца. Дух Святой – раб Отца Иисуса. Ваша задача – найти свое место и занять Его. Не спорить с Богом. Он так сотворил вас. Мужчина вы или женщина. Белый вы или черный. Или какого-нибудь еще цвета. И таким вы и останетесь. Теперь дело только лишь за тем, чтобы достичь в этом самого лучшего. Не спорить с этим. Не сопротивляться. У меня есть один близкий друг, брат в Господе, который был рожден мусульманином в Алжире. Он пережил удивительную встречу с Иисусом и стал убежденным последователем Иисуса. Но по причине своего мусульманского прошлого он начал спорить с Богом относительно того, что Он избрал евреев. Почему еврейский народ пользуется такими привилегиями? Почему они то? Почему они это? И в конце концов Бог заговорил с ним и сказал, «Али, это не его имя, но, к примеру, Али, твоя проблема не с евреями, твоя проблема со мной. И я говорю вам, дамы, у вас проблемы не с мужчинами, у вас проблемы с Богом. И Он не собирается изменяться, Он не зависит. Вы можете с Ним спорить, умолять Его, злиться на Него, но Он не собирается изменяться. И слава Богу, что Ему не нужно изменяться, потому что Он полностью совершен. Хорошо, далее. То, о чем мы сейчас говорим, это результат грехопадения. Помните, что мы не можем знать, какой была бы она, если бы не было грехопадения. Но мы, как мы уже говорили, мы живем в падшем мире. И чудесно, что Христос на кресте избавил нас от проклятия за нарушение закона Моисеева. Я прочту это, и это один из моих любимых стихов. Я проповедовал об этом бесконечное количество раз. Галатам 3, 13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшей за нас клятвой». Итак, Христос искупил нас от клятвы закона, от нарушения закона Моисея. Если вы хотите знать, что это за проклятие, вы можете прочитать последние 54 стиха 28 главы книги Второзакония, где перечислены разнообразные проклятия, которые приходят за нарушение закона. Слава Богу, что на кресте Иисус сделался проклятием, чтобы освободить нас от всякого проклятия. Но мы еще не освобождены от проклятия, которые навлекли на себя при грехопадении. Это нам все еще вменяется. Давайте посмотрим, что это за проклятие последовало за грехопадением. И вы увидите, что это проклятие все еще действует. Бытие 3, начиная с 16 стиха. Бог говорит здесь, обращаясь к женщине. «Умножу скорбь твое в беременности твое, в болезни будешь рождать детей». Я знаю, что существует множество теорий о безболезненных родах, но большинство сидящих здесь может подтвердить, что они не срабатывают. И такого не будет, потому что Бог сказал, что это будет сопровождаться болью. И это будет сопровождаться болью до тех пор, пока это проклятие не будет снято, а пока оно не снято. И затем он сказал Адаму, «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчцы, произрастит она тебе». До тех пор, пока вы видите вокруг тернии волчцы, помните, что это проклятие еще не снято. Оно будет снято, пока этого не произошло. И мы сейчас говорим о Божьем порядке в сотворении, который находится под проклятием, как мы уже сказали. Мы не знаем с точностью, какими были отношения мужчины и женщины до грехопадения, и у нас нет никакой возможности узнать. Но мы знаем, какими должны быть эти отношения после грехопадения. Об этом говорится в Бытие 3.16. Я снова прочитаю. «Умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Мы уже обсудили тот факт, что деторождение связано с болью. Затем он говорит, «К мужу твоему влечение твое». Лично я понимаю, это не столько сексуальное влечение, сколько желание всякой женщины, и не всегда исполняющейся это желание иметь детей. И люди могут изменить сексуальную ориентацию, но никто еще не изобрел способа для женщины иметь детей, если в этом каким-то образом не будет участвовать мужчина. И вот это главенствующее желание женщины побуждает ее всегда к зависимости от мужчины. И я не верю, что это когда-либо изменится. Далее он говорит, и этот стих многих заставляет испытывать обиду, «Он, муж, будет господствовать над тобой, женой». Я кое-что хочу сказать, основываясь на моем знании иврита, которое далеко от совершенства. Но все же во многом мне помогает. Предлог «над» не соответствует тому, что употреблен в еврейском языке. «Над» предполагает какое-то подчинение и главенство, по крайней мере для некоторых. Однако на иврите предлог – это всего лишь один звук, «бе». И он может быть переведен как «в», так и «над», и «если», и еще много самых разных значений. И это один из самых многозначных предлогов в еврите. И он не несет того значения, что в русском несет предлог «над». Интересно, что слово, которое переведено как «господствовать», глагол, который является на еврите существительным, «правительство». И также интересно, в современном еврейском языке слово, которое означает «премьер-министр», то же, что и «глава правительства». Ведь там точно такое же слово. Итак, мысль о господстве напрямую связана с идеей главенства. И вы можете перевести это так. «Он будет твоим правителем, твоим господином, твоим главой, твоим защитником». Вы видите, что здесь гораздо больше самых разных значений, чем это многим кажется. И позвольте мне сказать свое мнение. Мне кажется, что женщины нуждаются в защите. И те из них, кто говорит, что это не так, нуждаются в этом больше всего. Я должен сказать вам, я видел примеры того, насколько хрупка человеческая жизнь. И я хочу иметь всю защиту, какая только возможно. И я хочу, чтобы моя жена получила полную защиту, какая только возможно. И у меня не всегда получается все как надо, но я пытаюсь. И вам, дорогие дамы, нужна защита. Это правда. Вы можете обижаться на это, но вам нужна защита. Нам всем нужна защита. Мне нужна защита. А защита, согласно Библии, приходит от того, кто стоит у власти. Я, мужчина, находящийся в подчинении. Когда я говорю здесь что-то, я ответственен перед старейшинами этой церкви. Когда мы живем в Иерусалиме, мы являемся членами христианской организации и находимся под властью директора. В добавлении к этому, в Соединенных Штатах у нас есть целый совет директоров, перед которым мы подотчетны. Также существует международный совет, собранный из представителей разных стран, перед которым мы также полностью подотчетны. Итак, я подвластный человек, и я за это благодарен. Я от ним пытаюсь сражаться с этим. И я не боюсь, что это делает меня менее значительным. Я чувствую, что я под защитой. И я содрогаюсь, когда вижу христиан, сопротивляющихся божественной власти. Будьте уверены, дорогой брат и сестра, что в этом случае вы навлечете на себя катастрофу. Итак, это основная картина отношений между мужчиной и женщиной. Когда Библия сообщает нам особенно важную концепцию, как правило, основное зерно сообщено нам в первую очередь. Я верю, что это справедливо и в данном случае. Он будет господствовать над тобой. Он будет твоим главой. Он будет твоим господином. Теперь я перейду к толкованию. И думаю, то, что я говорил до этого момента, это четко установленные библейские факты. С этого момента я собираюсь вам рассказать, как я понимаю различные существенные места Писания. Я очень искренне изучал их, размышлял и молился об этом немало, но я предлагаю это в качестве моего истолкования. Вы можете отвергнуть его, и все равно попадете на небо, если будете продолжать любить меня. Теперь я предлагаю вам один аспект, по которому мужчина и женщина отличаются друг от друга. Мы поговорим сейчас о так называемой руководящей власти. Я буду использовать термин «правительство», потому что он лучше выражает суть. Насколько я понимаю, в служении Слова Божьего и во всех других областях также, но давайте ограничимся служением Слова, «вопрос руководящей власти требует всестороннего рассмотрения Божьего искупительного плана и связанных с этим вопросом». Интересно, в третьей главе послания Якова, в первом стихе, этот стих очень редко цитируется сегодня харизматическим движением, но он, тем не менее, все же находится в Библии. Там говорится, «Братья, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». И это очень важная мысль. Я вижу очень много людей, полных амбиций, желающих учить и становиться учителями. И они упускают из внимания этот стих. Почему там говорится, чтобы не все становились учителями? Потому что ответственность очень велика. Мы должны будем ответить перед Богом за то, чему учим. Если вы спросите, «Брат-принц, учитель ли вы?» Я скажу, «Да». Знаете почему? Потому что Бог особенным образом, обратившись ко мне словами, призвал меня быть учителем. Много лет тому назад, когда многих из вас не было еще на свете, в 44-м году. В городе Хайфа, в Израиле, Бог обратился ко мне с такими словами. «Я призвал тебя быть учителем Писания в истине вере, любви Иисуса Христа для многих». И если бы я когда-либо попытался понять, что означает «многие» и как много их будет, я бы не смог бы, наверное, начать. Потому что в те времена коммуникационные линии еще не достигли такого уровня, на который они поднялись теперь. Я не хочу хвастаться, но скажу, что практически каждый день я учу миллионы людей посредством различных служб, печати, радио, телевидение, видео, в личном служении. «Итак, я учитель». Хороший или плохой, это будет решать Бог. И мне предстоит давать ответ Богу за это. Но не планируйте стать учителем, если Бог не призвал вас быть учителем. И я думаю, что существует разница в образе мышления мужчин и женщин. Вот почему есть разница между теми, кто может быть учителем, а кто нет. Вы можете подвергнуть это сомнению, но ум мужчины и ум женщины, они работают совсем по-разному. Мужчин отличает способность к обобщающему суждению, а женщины хорошо улавливают мелкие детали. Я не смог бы контролировать столько мелочей, которые моя жена умудряется делать каждый день. Она замечательная женщина, и я заметил, что это женская черта вообще. Это не единственное, что они делают хорошо, но поймите, женщина действительно преуспевает в том, чтобы уследить за мелочами. Переодеть ребенка, подогреть бутылку, сделать множество вещей, и это почти одновременно не задумываясь. Я бы так не смог. Я бы просто потерпел фиаско. И далее, исторические подтверждения тому, что я вам говорю, насколько мне известно, исторические женщины не могли достичь успеха в сочинении оперы или симфонии, в создании математической или философской концепции. И я не думаю, что в истории когда-либо случалось подобное, потому что это не является сферой, в которой женщины сильны вообще. Когда нужно маленькие кусочки сложить вместе, увидеть картину целиком, это не то, как устроен женский ум. Но, входя в комнату, где что-то лежит не на месте, женщина увидит это гораздо быстрее мужчины, потому что ее ум устроен так, чтобы замечать мелочи. И нам нужно и то, и другое. Я нуждаюсь в женщине, а женщина нуждается во мне. Это не соперничество. Это не значит, что один главный, а другой менее значителен. Это всего лишь означает, что мы разные. И знаете, почему мы разные? Потому что Бог сотворил нас разными. И что бы ни случилось, ничто не сможет устранить эти различия. Мы можем с этим бороться, мы можем с этим спорить, но мы никуда от этого не денемся. Последнее слово всегда за Богом, и Он всегда прав. Он не делает ошибок. Давайте искренне скажем это вместе. Бог всегда прав. Он никогда не делает ошибок. Если вы с этим согласны, то мы очень многого добились. Теперь давайте коснемся довольно противоречивого вопроса относительно служений, которые доступны женщинам, и служений, которые им недоступны, независимо от того, замужем они или нет. Один из вопросов, которые в настоящее время особенно всколыхнули церковь. Можно ли рукополагать на служение женщинам? Я на это отвечаю так. Уточните свой вопрос. Рукополагать на что? Лично я не очень большое значение придаю религиозной церемонии рукоположения. Иисус сказал, «Я избрал и поставил вас, отделил вас. Вы мои». Вот что это значит. Я не хочу преуменьшить значение церемонии рукоположения, но я думаю, что это второстепенно по сравнению с Божьим призванием. И поэтому, когда меня спрашивают, можно ли рукополагать женщину, я спрашиваю, рукополагать на что? Извините, мне нужно высморкнуться. Руфь с ее вниманием к деталям говорит, что мне лучше высморкнуться, нежели просто вытереть нос. Далее. Я хочу разобрать полный список служений, перечисленных в Новом Завете, и коротко обсудить, какие из них открыты для женщин, а какие нет. Помните, что женщины не способны занимать должности, предусматривающие руководящую власть. В Великобритании есть учитель Библии по имени Дэвид Полсон. Возможно, вы слышали о нем. Мы с ним друзья, хотя и не очень близкие. Он опубликовал книгу, которая называется «Лидерство – это мужское занятие». Я в основном считаю, что это так. Он не очень популярен в некоторых кругах. Но я думаю, что сказано им это правда. И хотел бы посоветовать вам. Там, обычным образом, где речь идет о руководящей должности, как правило, это не для женщин. Давайте откроем 12 главу к римлянам, стихи 6 по 8. Здесь перечислены различные служения. «И как по данной благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчеству и по мере веры? Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещать ватель ли, увещевай, раздавать ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальство и сусердие, благотворитель ли, благотвори с радушием». Я думаю, что здесь 7 служений. Я бы сказал, что 5 из них открыты женщинам. Пророчество, служение, и служение в смысле прислуживания, увещевание, даяние, благотворительность. И есть 2 служения, которые, как правило, не являются доступными. Это учительство и начальство, то есть лидерство. И когда я говорю об учительстве, я имею в виду учительство, которое предполагает использование руководящей власти. Если вы не усвоите это понятие, мы не сможем достичь ясности. Далее, в первом послании Коринфянам, 11 глава, 5 стих, Павел говорит, «Всякая жена, молящаяся и пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову». Давайте не будем сейчас касаться вопроса о покрытии головы и просто подчеркнем для себя то, что женщина может молиться и пророчествовать, если она исполняет определенные требования. Итак, эти два служения открыты для женщин. Молитва и пророчество. Дальше, 1 Коринфянам, 12 глава, стихи с 28 по 30, Павел приводит целый перечень служений. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможений, управления разной языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Если вы проанализируете этот список, то обнаружите в нем служения, которые, как мне кажется, открыты для женщин. Пророчества, чудеса, исцеления, вспоможения, управления, языки и истолкования. Итого 6. Два служения, как правило, недоступны женщинам. Это апостолы и учителя. И затем, Эфесянам 4 глава, 11 стих. Здесь написано, «И Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Итого, пять служений. Из них я бы сказал, что пророки и евангелисты могут быть открыты для женщин. А апостолы, пастыри и учителя, как правило, не женские функции. Потому что все они подразумевают руководящую власть». И еще. Это одно из тех мест, которому многим, кажется, сложно последовать. 1 Коринфянам 14 глава, 34 стих. 34 стих, 14 главы. Павел говорит, «Женщины ваши в церквях домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Но позвольте указать вам, что в этой же самой главе, всего лишь несколькими стихами выше, Павел говорит, что женщины могут пророчествовать. То есть Павел не говорит, что женщины должны держать свой рот на замке постоянно. Я думаю, что ключевым словом для правильного понимания этого стиха является слово «церковь». По-гречески это «экклезия». Но в греческой культуре слово «экклезия» означало «правительственный орган греческого города-государства». Это в первую очередь слово, обозначающее правительство. И это также подтверждает тот факт, что, как я уже говорил, «Бог управляет человечеством во многом посредством своей церкви». Но когда речь заходит о таком явлении, как правительственные ассамблеи, женщинам следует молчать. Они не допущены к тому, чтобы нести функцию управления. Так я это понимаю. Теперь мы продвинемся еще немного дальше. Мне кажется, что эти отрывки очень важны. 1 Тимофею, 2 глава, 12 стих. Павел говорит, «Учить жене не позволяю ни властвовать над мужем, но быть безмолвен». Обратите внимание, что учение напрямую связано с властью здесь. То есть, Павел говорит, что учение подразумевает использование власти, и это непозволительно. И это слова Павла. Но я думаю, нам следует обратить внимание на то, что говорит Павел. Если мы сравним результаты его деятельности и деятельности феминисток, то он намного превзошел их. Далее, в 1 Тимофея, 3 глава, 2 стих. «Епископ или надзиратель». Не буду вдаваться в подробности, но скажу, что есть три названия одной и той же самой должности. «Надзиратель пастора-старейшина». Итак, здесь идет речь о пасторе. «Епископ должен быть непорочен одной жены муж». Нигде не говорится «жена одного мужа». И затем, в 4 стихе, он говорит «хорошо управляющий домом своим». Вновь обратите внимание на слово «управляющий». Лично я убежден, что в каждой семье управлять должен мужчина. «Это не у всех сейчас популярно, но ведь Бог не меняется». И управление подразумевает огромнейшую ответственность. Не пытайтесь гоняться за этим, если вы не имеете для этого достаточных способностей. Позвольте мне перечислить вам три функции, которые должен нести человек, управляющий своей семьей. Он представляет Христа своей семье как пророк, священник и царь. Как пророк, он обращается к своей семье от лица Бога. Как священник, он обращается к Богу от лица своей семьи. Как царь, он управляет своей семьей от лица Бога. И помните, что первый человек, которого Бог избрал из всего человечества для себя, это Авраам. А почему Бог избрал Авраама? Потому что он мог доверить ему управление его семьей и его детьми. Это требовалось от Авраама прежде всего. Очень странная тишина сейчас здесь. Теперь я слышал очень странные рассуждения и мысли по поводу Фивы. Вы, возможно, не слышали о них, но мне несколько раз задавали вопрос по этому поводу. Давайте на секунду рассмотрим пример Фивы. Римлянам, 16 глава, первые два стиха. Павел говорит, «Представляю вам Фиву, сестру нашу, Диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа как привычно святым и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она сама была помощницей многим и мне самому». Некоторые говорят, что Фива главенствовала над Павлом и учила его, о чем он должен был проповедовать. Позвольте мне все же сказать вам, что здесь этого не говорится. Я проверял по самым лучшим греческим словарям. Самый лучший перевод слова «помощница». И здесь это означает «заботящийся». То есть Фива была «заботящийся». Вспомните, наконец, что Павла пять раз побивали розгами по 39 ударов. Это просто уму непостижимо. Он получил 195 ударов, и ему нужен был уход, чтобы женщина взяла его в дом и заботилась о нем. Нянчилась бы с ним, кормила бы его. Возможно, он не был в состоянии этого сделать. Это делала Фива. Но она не указывала ему, о чем проповедовать. Я слышал очень странные доводы. Вы даже представить себе не можете в пользу того, чтобы женщины занимались какими-то делами, которые им делать не положено. И эти доводы интересно приводили мужчины. Но, как правило, за таким мужчином всегда стоит женщина. Надеюсь, у нас с этим все в порядке. Теперь давайте перейдем к требованиям, которые предъявляются к замужним женщинам. Здесь есть особые требования. Эфесянам 5 глава. 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Это очень понятно, не так ли? Это может быть не по душе, но непонимание в отношении смысла, сказанного быть не может. Можно сказать, Павел не был женат. Он не все мог понять. Но тогда скажу вам, что Петр, который был женат, сказал еще больше. Откройте 1 Петра, 3 главу, 1 и 2 стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Петр здесь начинает эту главу словом «также». Поэтому нужно выяснить, к чему это относится. Если вы вернетесь назад, то увидите, что стих 21, 2 главы говорит, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». И после этого в 3 главе говорится «также и вы, жены, так же, как кто? Скажите мне». Верно, как Иисус. Довольно высокое призвание, не так ли? Но вместе с тем и огромная ответственность. Повинуйтесь своим мужьям, независимо от того, верующие они или нет. Несколько лет назад я сталкивался с одной замечательной женщиной, пламенной христианкой. И она очень часто уходила из дома, чтобы служить, а муж оставался дома. Он был неверующим. Она сама лично мне это рассказала. И она сказала, «Я считала, что поскольку мой муж неверующий, то он не глава мне, и я не должна отвечать перед ним». И однажды сказала она мне, «Бог в Библии показал мне, что все же он является моей главой, независимо от того, верующий он или нет». И она сказала, «Это настолько потрясло меня, что я в прямом смысле упала с кровати». Я вспоминаю еще одну пару. У нас было служение освобождения. И в конце ко мне подошла женщина и сказала, «Мне нужно освобождение». И Бог дал мне слово. Я сказал, «А где твой муж?» Она показала назад, сказала в конце зала. Словно он был какой-то незначительный человек. Я сказал, «Позовите своего мужа». Она очень неохотно позвала его. Потом я сказал, «Библия говорит, что ваш муж является вашим священником и вашей главой. Не я должен молиться за ваше освобождение, это должен сделать ваш муж». Это ей очень не понравилось. Но я настаивал на этом. Я спросил, «Хотите ли вы просить своего мужа молиться за ваше освобождение?» И она очень неохотно спросила его, «Ты будешь молиться за мое освобождение?» И когда она это произнесла, в одно мгновение она получила освобождение. Она выполнила требования Бога. И позвольте мне сказать вам, рассказать вам замечательный случай, который произошел в одной хорошо знакомой мне семье. Это наши друзья. Я не стану называть их имен. Женщина была баптисткой. Она знала Господа. Она вышла замуж за неспасенного человека, потому что, как она сказала, «Он позволит мне иметь столько детей, сколько я захочу». И в конечном итоге у них родилось 10 детей, но он был неверующим и с довольно скверным характером. Он пил и так далее. Она приводила домой евангелистов, проповедников, а он просто не хотел их слушать. И потом она прочитала третью главу первого послания Петра о том, чтобы мужья видели чистое, богобоязненное житье своих жен, и она решила измениться. И так она привела себя в порядок, красиво уложила волосы, надела симпатичное платье. А муж ее был пожарным. Он приходил домой очень поздно ночью, и, как правило, она просто говорила им, «Там на кухне лежит то или иное». И в тот вечер, когда он пришел, она ждала его, готовая, со вкусно приготовленным горячим ужином. И когда муж увидел это, он сказал, «Моя ли это жена? У нее, наверное, появился любовник». И поэтому он попросил своего друга, тоже пожарника, последить за его домом, пока он на дежурстве, чтобы выяснить, что это за любовник. А никакой любовник не появился. И вот однажды, когда его не должно было быть дома, он пришел, просунул голову в дверь и спросил, «Ты не испугалась?» Она сказала, «Нет». И вы знаете, это подействовало. И сегодня они оба христиане и воспитывают верующих детей. Но она должна была серьезно отнестись к тому, что сказал Господь. А сколько людей решились бы на такой риск сегодня? И эта история произошла на самом деле. У них замечательная семья. И так, когда вы повинуетесь Библии, это всегда действует. Теперь, у нас очень много сложностей со словом «подчинение». В прошлом я был частью движения. Оно, может быть, хорошо многим известно из вас. И там слово «подчинение» было одним из самых ключевых. Мы так часто слышали его, что от его употребления у нас уже напилоскомен. Но, несмотря на это, я хочу вам сказать, что в этом движении было много хорошего. Просто их цели были правильные, а средства для достижения этих целей нет. Нет. Я хочу подчеркнуть вам два этих слова. Эти два слова. «Подчинение» и «покорность». Я не верю, что жена обязана подчиняться своему мужу, если он требует от нее чего-то, что противоречит Библии и противоречит ее совести. Я считаю, что у нее есть право сказать, «Я воздаю тебе честь, как своему мужу, но я не могу сделать то, о чем ты меня просишь по такой-то причине». И при этом она все же может иметь покорные отношения. Итак, позвольте мне сказать вам, даже когда повиновение кажется невозможным, вы должны оставаться покорными. Теперь, позвольте мне спросить вас, дорогие замужние женщины, «Прежде всего, на самом ли деле вы готовы подчиняться своим мужьям?» Потому что, если вы хотите, чтобы муж был вашим главой, вы должны ему подчиняться. Везде, где бы это ни обсуждалось, прежде говорится о подчинении жены, а затем уже о главенстве мужа. Потому что муж не может быть главой, если у него нет покорной жены, если, конечно, он не диктатор. Итак, если вы хотите, чтобы он был главой, вы сами должны быть покорными. Итак, выбор за вами. И теперь я хочу вам задать один из самых важных вопросов. Вы, дорогие жены, многие из которых, возможно, гораздо духовнее, чем их мужья, много за них молитесь. Будете ли вы удовлетворены, если то доброе, что вы делаете, проявилось в жизни другого человека? Вот пример подобного. Очень духовная жена и крайне бездуховный муж. Но духовная жена много часов проводит в молитве за своего мужа и в конечном итоге вымаливает его. И он начинает служение, и он добивается успеха. И многим людям видно то хорошее, что делает этот муж. И лишь немногие знают, что сделала жена. Понравится ли это вам? И если вам необходимо, или вам необходимо, чтобы ваш труд был почтен. Но я вам скажу, у этой истории есть постскриптум. В вечности это будет зачтено. Будьте уверены. Я представляю себе этого мужа, эту жену, и когда они подходят к престолу, чтобы получить награду, муж получает венец, но венец жены сияет вдвое ярче, чем его. И один из ангелов спрашивает, почему ее венец ярче, чем его? Что же, отвечает другой, если бы она не получила такого венца, то у него не было бы венца вообще. Итак, пусть ваши лавры подождут до вечности. Аминь. Теперь я уже почти подошел к концу. Я уже говорил это, но хочу сказать снова. Женщины отличаются от мужчин, но это не делает их менее значительными. Вот некоторые сферы, в которых женщины особенно искусны, насколько я мог заметить. Женщины хорошо слышат и откликаются на голос Святого Духа. Чаще, гораздо быстрее мужчин. Они часто преуспевают в евангелизме. Большая часть достижений церкви в Китае на сегодняшний день это заслуга девочек, подростков, которые занимались евангелизацией и приносили благую весть в целые деревни. Я верю, что евангелизм может быть первоочередным призванием женщины. Женщины сострадательны. Они смелы и они верны. Позвольте мне привести вам четыре примера женской верности. Иоанна, 19 глава, 25 стих. Это последние минуты Иисуса на кресте. Иоанна, 19, 25. При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матерь Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Три Марии стояли возле креста, а все остальные, кроме Ага, находились поодаль. Затем, в 27 главе Матфея мы читаем стихи 5 и 7. Вернее, 55 и 56. Стихи 55 и 56. Это также сцена распятия. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Иосифа и мать сыновей Зеведеевых. Множество женщин, большинство мужчин ушли, а женщины по-прежнему оставались там. Далее Марка, 16 глава. Это один из наиболее волнующих стихов Библии для меня. Марка, 16 глава, 9 стих. Я думаю, что это одна из самых больших привилегий, которая могла быть дана человеку, быть первым свидетелем воскресения Иисуса. Кому она была дана? Давайте прочитаем. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Никто другой не получил привилегии, которая бы превзошла бы это, быть первым свидетелем воскресения. Кто это был? Не апостол. Мария Магдалина. И это говорится в контексте с тем, что Иисус изгнал из нее семь бесов. Я говорю людям, получившим освобождение от бесов, вы не должны стыдиться. Вам не нужно опускать голову. Для Марии это было ее свидетельством. Иисус изгнал из меня семь бесов. И воскреснув из мертвых, именно ей он явился прежде всего. Ей первой. Еще одно место из 28 главы Матфея. Стихи с 5 по 7. Снова речь идет о воскресении. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятанного. Его нет здесь. Он воскрес», как сказал. Подойдите, посмотрите на место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его. Итак, женщины принесли эту весть апостолам. Вы понимаете? Дело не в вашем звании. Дело в том, что вы делаете, к чему вы призваны, насколько вы верны. И зачастую женщины гораздо преданнее, чем большинство мужчин. Как я сказал, одна из женских черт, на которую я обратил внимание, это преданность. Женщины остались, а все мужчины рассеялись. Дорогие сестры, поверьте, я совсем не заинтересован в том, чтобы унижать женщин. Я заинтересован в том, чтобы женщины заняли место, предназначенное им Богом, и начали действовать там. Далее. Все имеет свои исключения. Одно из самых замечательных исключений – женщина-лидер. Девора. Да, верно. Она была лидером, потому что не было мужчины, способного занять это место. Стыд мужчине. Стыд мужчинам того времени, а не Деворе. Но помните, она была исключением. В книге «Судей» и в Первом царстве перечислено 13 судей, и лишь одна была женщиной. Проблема в том, что когда мы исключение делаем правилом, мы теряем Божье благословение. И теперь давайте закончим, поговорив немного об Америке. В Америке существуют две критические проблемы. Об одной из них я говорю уже не меньше 30 лет. Это безразличные мужчины. Проблема номер один – мужчины, пренебрегающие своей ответственностью. Проблема номер два – это непокорные женщины. И проблема в том, что каждый из этих групп еще больше портит друг друга. Всякий раз, когда мужчина проявляет безразличие, это делает женщину более непокорной. И всякий раз, когда женщина проявляет непокорство, это дает мужчине повод оправдать свое безразличие. В этом заключается основная проблема этой страны. Давайте не поддаваться этому. Давайте будем частью решения, а не частью проблемы. И в заключение я хочу обратиться к книге Малахии, 4 глава. 4 глава, 5 и 6 стихи. Последние два стиха Ветхого Завета, хронологически, это два последних стиха, записанных в Ветхом Завете. И обратите внимание, что последний стих – это проклятие. Слава Богу за Новый Завет. Потому что если бы все закончилось Ветхим Заветом, то последние слава Бога, обращенные к нам, были бы проклятиями. Вот что сказано, это говорит Бог. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Слово, которое переведено здесь как «проклятие», означает нечто совершенно ужасное, полное отвержение Бога, когда уже ничего нельзя поделать. Уже невозможно ничего сделать. И если мы не разрешим своих семейных проблем, не восстановим отношения между мужьями, женами, родителями и детьми, то результатом будет проклятие. Это очень серьезное утверждение. И мы очень серьезно должны к этому относиться. Вы можете не соглашаться с тем, что я вам сказал, но ищите тогда у Бога ответ сами. Попросите Его показать вам, в чем заключается ваша роль. И попросите Его помочь вам быть верными в том, чтобы исполнить эту роль. Да благословит вас Господь!